Всем привет! Я хочу вам показать небольшой обзор аккаунта на 13 сервере. Сам я играю с первого сервера, но там было совершенно много ошибок. И поэтому я решил начать на 13 сервере сначала. Этому аккаунту всего 30 дней. Сегодня как раз 30 день, завтра будет первый. На этом аккаунте VIP 0, доната нет. Хочу вам показать свою команду. Она в общем-то состоит из двух золотых полов. Был также с ивента получен Рафаэль Гаруда, чтобы полы когда били врага отхиливались. Но и в качестве танка стоит Фиби, пробужденная плюс один. Ну и естественно, в каждой команде должен быть Сэмуэль. Хочу показать, как далеко я прошел в компании. Этап 15-20. Посмотрим бой. Как видите, враги выше меня на 14 уровней. Пока что я здесь застрял. Но думаю немного подкачаться. И этот уровень должен быть пройден. Давайте посмотрим, как далеко я прошел в шахте. Это у нас уровень 22-10. Я застрял на боссе. Думаю, многие, кто столкнулись с этим боссом, на нем немножко застряли. Или множко. Я так же пока не могу пройти этого босса. То ли не хватает дамага, то ли не хватает уровня персонажей, чтобы пройти этого босса. Хочу показать, какие ветки я выбрал на персонажа. Естественно, на Фибе мы берем 25% вероятность оглушения. Дальше я взял не совсем очевидный навык, что когда ее хилят, она получает 1 очко энергии. Ну, а на последнем навыке она расхода 2 очка энергии. И таким образом, двум случайным врагом она кидает оглушение. Полу мы берем такие навыки. В первом разветвлении мы берем ему крит. Берем при критической атаке вы получаете 1 очко энергии. Ну и на последнем скилле мы обязательно выбираем врагу с самым низким запасом здоровья, наносим 250 урона. Ну и критический удар во время этой атаки 20% получается. Сэмуэль мы берем. В первом разветвлении количество целей увеличивается до 2. А во втором выбор за вами. Тут, в общем-то, кто как хочет. На Горуду также. Выбирайте, кто как хочет. Но я выбрал в первом разветвлении первый вариант. Во втором разветвлении я взял, что в начале каждого раунда с вероятностью 100% она кидает очко энергии случайному герою. То есть она может вполне кинуть это очко энергии Полу. А Пол будет, соответственно, сильнее дамажа. Потому что за 2 очка энергии Пол дамажит 250 урона врагу с самым низким запасом ОЗ. В первом разветвлении на Рафаэля мы выбираем. Снимают все дебафы с одного случайного героя. Во втором разветвлении мы выбираем, что каждый раунд Рафаэль получает 1 энерго очко в течение первых 6 раундов. Выбрали мы этот вариант, потому что у нас 2 пола и бой не должен затягиваться. Хочу показать вам таблицу лидеров. В рейтинге по уровню я на 43 месте. Голова на 14 месте. По силе 42 место. Популярность можно не считать. Популярность это цветы, которые вы дарите друг другу. Но я советую вам дарить только синие цветы. Красные цветы не стоит дарить. В шахте я на 12 месте. Как видите, тут очень много уже народу застряло на 22.10. За месяц я прокачался до 91 уровня. Практически 92 уровень. В эвентах на первом эвенте я получил аватарку. То есть я в топ 50 попал. Причем на всех эвентах я попадал в топ 50. Я получил рамку. Вот такую вот странную аватарку. Такую аватарку. И вот такую вот аватарку. Давайте поговорим о эвентах, которые сейчас происходят. Этот эвент у меня складываться не очень хорошо. Потому что я до этого крутил казино, выбивая пола. Пола я выбил и сделал его золотым. Поэтому этот эвент казино у меня складываться не хорошо. Давайте посмотрим на кинотеатр. Кинотеатр я, конечно, забираю Фиби. Не знаю, пройду ли я до следующей награды. И вообще пойду ли я. Стоит ли тратить билеты и киноленты. Или лучше взять Фиби и подождать следующего эвента. Кстати, не забывайте забирать билеты. Думаю, многие из вас забывают их забирать. Под вашей аватаркой, под фондом уровня. Вы можете посмотреть очередность эвента. Вот в цикле эвента мы можем видеть, что сначала идет эвент на призыв. Потом идет баунти-эвент. Это эвент в полицейском участке. Дальше идет эвент аркада. И эвент кинотеатр. Дальше цикл обновится и пойдет по кругу снова. Чтобы быстро собрать поло, нужно копить очки гиперпространства и тратить исключительно на поло. А также нужно осколки героев тоже тратить только на поло. Если вы его хотите быстро собрать. Как видите, у меня все три пола скуплены в этом магазине. Я хочу показать вам, какие еще у меня герои собраны. Можно собрать еще одну фиолетовую фиби. В общем-то у меня уже две фиби есть фиолетовые. Но мне не хватает корма, чтобы сделать еще одну золотую фиби. И тогда на пвп и в шахту я буду использовать две золотые фиби. Две золотые фиби это больше контроля, больше шанс пройти средних врагов. В бойцах у меня есть две фиолетовые шарлоты. Можно собрать золотую. Есть золотая аджао. Она собрана на будущее. На пробуждение полов. В природе у меня есть золотой гарп, которого я не использую. Есть рафея, которого я получил с ивента. Также я еще получил двух гарпа. То есть можно скрафтить еще одного золотого гарпа и пустить его на корм при пробуждении. Во фракции падших мне выпал очень редкий герой Мистэлтейн. Как вы видите, во фракции падших у меня мало героев, потому что я их использовал как нейтральный корм. Во фракции хакеров у меня только Сэм. Я его собирал из сильных Сэмов, поэтому тут так мало корма. Также еще есть одна синяя копия Сэма. И дальше я буду Сэма прокачивать, естественно, как и все золото. Сэм это герой, который есть абсолютно в каждой пачке. Давайте поговорим о кинотеатре Рассвет, о боссе. Сейчас я занимаю шестое место. Чтобы больше урона наносить боссу, нужно выбрать бонусы. Бонусы лучше выбирать, которые побольше. Например, мы выбираем меткость и стойкость. Так как у нас есть Сэм, он будет резать эту стойкость. Ну и чтобы наша команда не умирала, нужно выбрать вот этот вот первый баф. Он будет хилить ваших героев на 50%. В гильдии я также первое место занимаю по боссу. Если посмотреть на общий рейтинг. В общем рейтинге по боссу я на четвертом месте. Впереди, конечно, только донатеры. Это было тестовое видео, так что строго меня не судите. Это мой первый опыт. Показал как смог. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok